Барнаулец Василий Лановой побывал в Барнауле, а также в Бийске. В графике поездки значились творческие встречи с поклонниками и везде аншлаги. Встретился народный артист Советского Союза и с будущими солдатами. Сам, говорит, в армии не служил, военную подготовку прошел в кинематографе. Буря овации, море цветов и фотографии на память. Сомневаться в народной любви к Василию Лановому не приходится. Артист признался, если здоровье позволит, приедет на Алтай вновь. «Давайте жить» – благотворительный концерт с таким названием прошел накануне в зале Института культуры. Выступала известная барнаульская группа «Добрый Степа». Каждая композиция – это история, в которой главными ценностями являются дружба, семья и, конечно же, любовь. Все песни ребята пишут сами и стоит отметить, что собранные от концерта средства будут направлены в Алтайское отделение Российского детского фонда. В рамках марафона «Поддержим ребенка». Мы бы хотели своим творчеством сказать следующее, что несмотря ни на какие сложности, а трудности, нужно быть добрыми и уметь помочь родным, близким и также людям, которые нуждаются в этом. На родине нашего знаменитого земляка Валерия Золотухина завершил работу первый в истории фестиваль детского творчества «Исток». На сцену вышло 23 коллектива. Это представители сразу нескольких городов и районов края. За три дня юные артисты успели отыграть несколько спектаклей, прочитать стихи и подружиться. Этот праздник, по словам Ирины Линд, мечта Валерия Сергеевича и она осуществилась. Название «Исток», село «Быстрый Исток» — это исток, это начало всего, начало их жизни, детской жизни и первые шаги их на сцене. Поэтому это так все замечательно, так все совпадает. Не проспали. Алтай вместе со всей страной на этой неделе погружался в ночь искусств. В нашем крае марафон объединил более 120 учреждений культуры, которые открыли свои двери для посетителей. Один из бессонных коллективов — оркестр русских народных инструментов в Сибири. Музыканты познакомили посетителей с миром ударных инструментов. Открытый урок устроили прямо в фойе нового концертного зала. Мастера рассказали об истории каждого своего орудия труда и показали различные приемы игры. Желающие могли повторить за учителем какой-либо элемент, и посетители порой и увлекались настолько, что заглушали преподавателей. И надо же с кем-то делиться, передавать это все, чтобы пусть дети знают, что такое ударный инструмент, что они дают, как они звучат. Тем временем наши земляки пытаются покорить музыкальный олимп. Кто-то удачно, а кто-то не совсем. Так сразу два представителя с Алтая выбыли из популярного телевизионного проекта. Екатерина Кокорина из Барнаула и Александр Постоленко из Биска оказались не в голосе. Оба проиграли дуэли, шанс остаться на проекте был, однако жюри в этот вечер решило промолчать. Зато порадовал поклонников участник группы Челси Арсений Бородин. Музыкант отправился на вторую кнопку и не затерялся. Тамбор на улице, как он сам написал на своей страничке в социальной сети, порвал проект в клочья. Ну что ж, остается только пожелать успехов. Волнительное время, потому что нам дают разные творческие задания, которые мы должны выполнять. Следующее задание – это песни из кино. Мы будем исполнять песню Владимира Преснякова из кинофильма «Выше радуги» на песню «Зурбаган». Новость из музея «Город», который пытается шагать в ногу со временем. Здесь объявили, по словам организаторов, беспрецедентный для Барнаула конкурс. Предлагают сделать селфи с одним из предметов, представленных на выставке Каслинского художественного литья из чугуна, и отправить фото по электронной почте. Адрес сейчас на вашем экране. Снимки принимаются до 10 декабря. После пройдет голосование в официальной группе музеев в социальных сетях. По итогам конкурса победители получат подарки в виде предметов, представленных на выставке Каслинского художественного литья. Благодарим культурное пространство Соль за гостеприимство и радушие. Ну а на сегодня я, Кирилл Политов. И я, Елена Кузовкина, с вами прощаемся. Мы будем следить за новостями культуры, чтобы уже в следующую пятницу поделиться с вами самыми интересными и яркими. Не забывайте окультуриваться, ведь, как сказал известный французский писатель Андре Мальро, культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевывать. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»